Всем привет, с вами Прия. Сегодня поговорим о рыцарях смерти, а именно о том, как поменяли им таланты, какие новые интересные способности имеются и что вообще интересного появилось. Рассмотрим две версии игры, само собой Shadowlands, текущий, который вы видите, и для сравнения будем использовать Battle for Azeroth, чтобы глянуть абсолютно все изменения и удостовериться в том, что они являются именно такими. Итак, начнем с талантов. Мы рассматриваем в текущий момент BFA-версию талантов. Внимательно запомните это окошечко. Три, два, один. Переключаемся на Shadowlands. Какие изменения мы видим? Их очень мало. По факту ледяной натиск переместили чуточку правее, теперь он находится справа, а не по центру. Появился новый талант, называется Гипотермия. КД 45 секунд, мгновенное действие на 8 секунд снижает затраты силы рун на применение способностей на 35%. При этом не запускается общее время восстановления. Это чудесно, это классно, это хороший бурст. 8 секунд, КД 45 секунд. И при этом ярость ледяного змея является обычной способностью у Фрост ДК. То есть мы просто берем и кидаем синдру без какого-либо взятого таланта. Замечательно, замечательно. Идем дальше. Обычные способности Фроста. Глянем, как они изменились. Если рассматривать абсолютно все заклинания в специализации лед, то в целом их очень мало в Шадоу Лэнсе. Получается асфиксия от таланта, беспощадность зимы, блуждающий дух от таланта, дыхание синдрагосы от таланта, ледяной столб, основной бурст, ледяной удар, основной удар, незыблемость в виде сейва, лужица, уничтожение, усиление рунического оружия в виде бурста, ну и само собой ярость ледяного змея. Все, что идет далее, это пассивные способности. Теперь рассмотрим, что происходит на БФА-версии с Фростом. Асфиксия у нас имеется, беспощадность зимы у нас имеется, далее блуждающий дух, да, идет также от таланта, дыхание синдрагосы, да, также имеется, далее ледяной столб, да, имеется, ледяной удар, да, имеется. Переходим на вторую страничку, незыблемость льда, также имеется, смерть и разложение, а где оно у нас? Во Фросте, в БФА-версии, нужно найти его, куда это оно спряталось? А нету его, правильно, нету. Далее, уничтожение, имеется основная кнопочка, усиление рунического оружия имеется, то есть, чего-то такого прям инновационно нового во Фросте не имеется. Далее, рассматриваем ветку кровь. Таланты в ветке кровь немножко сместились, за счет того, что был добавлен новый талант, который при срабатывании Алой Плети дает нам силу рун, и с этого немножко ветка талантов, скажем так, пошатнулось. Был убран рунический удар, на его место был поставлен надгробный камень, вместо надгробного камня, который имеется на БФА, поставлен этот прок, этот новый талант, да и вы, в принципе, сами сейчас все увидите. Три, два, один. Вот он, надгробный камень, который перетащили в первый тир талантов, вот оно, наслаждение кровью, то есть, в тот момент, когда Алая Плеть прокает, мы хилимся за каждый эффект костяного щита, который у нас находится, ну а также мы еще и получаем руническую силу. Кровавые черви сдвинулись, получается, чуточку правее, ну и добавился новый талант. Это смертельный союз. Смертельный союз, когда две минуты, вы заключаете смертельный союз, который восстановит вам 50% от максимального запаса здоровья, но также поглощает исцеление в объеме 30% от максимального запаса здоровья. Другие таланты Ветки Кровь не получили каких-либо изменений, то есть, Воля Мертвых также, например, режет дэмэдж на 30%. MassGrip, конкретно талант, который направлен на MassGrip, уменьшение идет на 30 секунд. То есть, чего-то такого прям инновационно нового, повторю эту фразу, просто нет. Рассмотрим обычные способности Ветки Кровь на конкретно версии Shadowlands. Что мы тут имеем интересного? Тут мы имеем привычную нам асфиксию, вскипание крови, дробление хребта привычное, захват рун. Теперь это способность. Это замечательно, конечно же. Кровь вампира, неизыблемость, прикосновение смерти, смертельный союз, который мы получили от таланта, смерти разложения, лужица теперь есть абсолютно во всех специализациях, стоит это помнить, и даже во Фрасте. Танцующее ироническое оружие, удар в сердце, хватка Кровожада и буря костей, взятая от таланта. То есть, немножко поменяли таланты Бладу и засунули захват рун конкретно в способности. Это довольно-таки интересно. Вот мы и пришли к последней специализации Рыцаря Смерти. Ветка Нечистивость. Внимательно рассмотрим БФА ветку и глянем на последние таланты сотового левела. Нас интересует Войско Проклятых. Лик Смерти просто-напросто в БФА-версии сокращает время восстановления апокалипсиса на одну секунду. Войско Мертвых сокращается на пять секунд. Также мы видим Призыв Гаргулья в виде таланта. Да, это все классно, это все круто, но перемещаемся на Шадоу Лэнс. Что мы видим? В Войско Проклятых, конкретно Шадоу Лэнс, дает еще дополнительный эффект. Призыв Чародея Войска Мертвых на 15 секунд, который атакует ваших противников ледяными стрелами и стрелами тьмы. Это Азеритовый талант, только он на 5 секунд меньше действует, но стоит признать, Войско Проклятых теперь выглядит чуточку интереснее. Также новый талант в виде Нечистивого Союза. Нечистивый Союз это адские цепи, которые ранее были на Азеритовых вещах, но помимо этого мы еще и получаем прирост в виде 8% силы. Гаргулья же теперь стала обычным бурстом, обычной способностью Анхолика. То есть, в тот момент, когда у вас будет 50-й левел, она просто будет призываться на 30 секунд с КД в 3 минуты. В тот момент, когда вы апнете 52-й, у нее появится дополнительный эффект, а именно то, что у нее будет увеличиваться дэмэдж на 1% за каждые затраченные 2 единицы силы рун. Условно, выкинули Койл, то есть Лик Смерти, и дэмэдж у Гаргульи будет повышен на 20%. Отслеживается это с помощью бафа, который находится на этой Гаргульи. Завершим этот видосик общими изменениями. ДК в целом чувствует себя хорошо, добавили кнопочки, освободили некоторые таланты, и это не может нас не радовать. Что нового получил ДК? Зона антимагии минус 60% на 10 секунд, КД 2 минуты. Неограниченный получаемый дэмэдж у этого купола, потому что много вопросов имеется на стриме об этом, то есть пока вы в нем стоите, вы просто получаете меньше магического дэмэджа. Ледяные оковы есть у всех специализаций. Также появилось перерождение, это сейв с двухминутным кулдауном. Мы впитываем нечестивую энергию на 10 секунд и становимся нежитью. Это превращение усиливает самоисцеление на 10% и дает невосприимчивость к эффектам подчинения, страха и сна. Это замечательно, то есть мы становимся нежитью, и если внимательно прочитать Лик Смерти, то мы увидим, помимо нанесения дэмэджа, возможность исцеления союзнику нежити. То есть мы юзаем перерождение и закидываем в себя кайлами. При этом мы хилимся. Круто? Круто. Конечно же. Далее, что есть еще интересного? Ничего? Увы. Ну, окей. На 54-м левеле появится новая способность, которая будет подрывать мобов, конкретно будет взрывать нашего вурдалака, и при этом мы будем наносить дэмэдж от темной магии и будем хилиться еще на 25% от максимального хп. КД 2 минуты. Также стоит учесть, что для всех веток теперь имеется воскрешение вурдалака, но у Анхолика этот вурдалак вечный, ну, потому что основная механика все-таки строится на вурдалаках и всем таком прочем нечестивом, а вот, например, у Фроста и у Блада воскрешение мертвых, воскрешение Гули, оно действует минуту и КДшечка 2 минуты. Также Фрост носит двуручку, это не может не радовать, возможно, это будет актуально, а может быть, Фрост все так же и останется в своих одноручках с целью того, чтобы просто-напросто наносить больше дэмэджа. Ну что ж, живем-увидим, посмотрим. Я считаю, ДК засияет и все-таки Shadowlands это дополнение АДК. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки, не забывайте о ссылках в описании. До скорого!